Более недели прошло с теракта в Подмосковье, в концертном холле Крокус, и очевидно, что это событие запустило определенные глобальные последствия в разных сферах, и мне кажется, важно их нам с вами разобрать. И хотелось бы начать с имиджа Путина. Как вы считаете, то, что произошло, оно укрепило его имидж как сильного руководителя или, наоборот, просадило как человек, который устал, как в свое время Ельцины, не контролирует ситуацию? Вы знаете, весь вопрос заключается в том, в чьих глазах. В глазах населения России, большинства. Вот вопрос, что такое это большинство, вопрос, что такое население России, как оно расслаивается и так далее. То есть, я думаю, что здесь происходит поляризация. Все больше и больше происходит поляризация между теми людьми, которые поддерживают это ядро поддержки Путина. Другая часть населения – это люди, которые не согласны с тем, что происходит в России. Которые негативно относятся к путинскому режиму, к войне. Но в силу понятных сегодня ситуаций, сегодня понятная ситуация в условиях тоталитарного фашистского режима, в общем-то, не имеют возможности проявить свою оппозицию. И третья группа – это люди, которым, в общем-то, все равно, которые живут, что называется, с головой опущенной в землю, просто выживают. Так вот, произошло следующее. Тем, кому все равно, так все равно и есть. В общем-то, они воспринимают Путина и этот режим просто как, ну скажем так, как пейзаж, как погоду. Ну вот, плохая погода, значит, надо одеваться потеплее, хорошая погода, можно снять верхнюю одежду. Ну, короче говоря, понятно, что эти люди не являются объектом нашего расследования, потому что они, в общем-то, не, так сказать, вне вообще политического поля. Люди, которые поддерживают Путина, они в их глазах, ну там, скажем, уже путинский ореол просто воссиял ослепительно, потому что Путин представляется как защитником, как защитник, как борец с терроризмом и так далее. Ну, а в глазах тех людей, которые негативно относятся к Путину, к путинскому имиджу добавился еще и имидж не только военного преступника, не только фашиста, но и действительно человека, который не в состоянии защитить страну от терроризма. То есть происходит вот такая поляризация, значит, убежденные стали еще убежденнее, а люди, критически осмысляющие то, что происходит в России, настроение их стало еще более критическим. До нашего с вами разговора брала интервью у политолога из США Рамиса Юнуса, это вот как раз продолжение нашей темы. Он точно так же, как многие эксперты проводят параллели с 1999 годом, когда Путин стал популярным президентом на вот этой теме борьбы с террористами, но при этом он немножко по-другому расставляет акценты, говоря о том, что Путин 25 лет спустя, это как раз вот Ельцин, который уже такой утомленный, немолодой, и что этот теракт может быть даже организован или спровоцирован или допущен одной из башен Кремля, которые бы хотели подвинуть таким образом Путина и привести на его место Путина 2.0, молодого, жесткого борца с терроризмом. Как вы считаете, имеет ли право эта версия на существование, учитывая, что все-таки нет такой демократической России, как была в 1999 году? И кто бы мог быть тогда как вариант вот этого Путина-заменителя? Путин контролирует, он действительно, это персоналистская диктатура, при которой Путин все это контролирует. Он утратил контроль на некоторое время, в период сразу после начала войны, когда он вынужден был пригласить Пригожина, и действительно тогда, да, тогда, так сказать, какие-то процессы им не контролировались, и вот вся эта история с Демаршем Пригожиным, с его там всякими взбрыками и так далее, показывал, что Путин не все контролирует. И там действительно, в общем-то, какие-то башни Кремля возбудились, кто-то кого-то поддерживал, кто-то кого-то не поддерживал, это было. Но после показательной казни Пригожина Путин восстановил контроль над происходящим, и никакого, абсолютно никаких уже башен Кремля, которые как-то могут оппонировать Путину и предполагать возможность его свержения, близко этого нет. Потому что длительная зачистка политического поля, она просто выхолостила все, она ликвидировала, под корень срубила всякую оппозицию внутреннюю, всякие мысли из голов путинского окружения исчезли по поводу того, что можно как-то думать даже, отстранить Путина от власти. Люди, которые были способны на это, либо убиты, либо эмигрировали. То есть ничего живого того, что там, значит, как-то может планировать какие-то перевороты в Кремле, ничего этого не осталось. Значит, Путин действительно реально создал тоталитарное, монолитное фашистское государство. Значит, более того, вот я, например, тоже думаю, что без какого-то определенного участия вот этот теракт не обошелся без какого-то участия ФСБ. Но, ну, есть очевидные вещи, и очевидная вещь номер один, это то, что этот теракт организован все-таки вот этой вот, значит, афганской ячейкой ИГИЛ. Это, ну, практически доказанный факт, и здесь не только данные разведки Соединенных Штатов Америки, не только признание ИГИЛ, но здесь, ну, все свидетельствует о том, что это действительно организовано вот этой вот, вот этой вот ячейкой ИГИЛ. И тут все совпадает, и мотивация, понятно зачем, и возможности, и конкретные доказательства, и наличие на, так сказать, медийных ресурсах ИГИЛ вот этой вот записи, которая была организована самими, самими организаторами теракта. То есть, это ИГИЛ, безусловно, это можно считать абсолютно доказанным. Значит, насколько здесь есть соучастие ФСБ, это большой вопрос. Вот здесь доказательств нет. Я, например, тоже думаю, что без соучастия ФСБ здесь не обошлось. Какая доля этого соучастия, это большой вопрос, на который, на мой взгляд, никто сегодня ответить не может. Но я, гипотеза, что ФСБ на каком-то этапе, узнав о происходящем теракте, не стала его предотвращать, а наоборот, поучаствовала в этом теракте. Но здесь у меня есть очень сильное подозрение, что это было сделано в интересах самого Путина. Потому что Путин, безусловно, был бенефициаром этого теракта. Он, так сказать, выиграл, ну, как и любого теракта. Слушайте, сколько терактов было. Каждый раз Путин не... Ну, я уж не беру тот теракт, который был организован самими спецслужбами, имеется в виду взрывы домов 1999 года. Но и теракт в Беслане, самый кровавый теракт в истории России. Ну, там тоже, там все было, так сказать, потом обращено на пользу. Потому что всех тех, кто, на самом деле, поубивал заложников, их всех наградили званием Героя России. Значит, по итогам теракта Путин воспользовался им для того, чтобы свернуть окончательно, окончательно уже свернуть демократию, отменить выборы губернаторов. Ну, то есть, абсурдная совершенно идея ответить на теракт отмены выборов губернатора. Да, то есть, конечно, террористы всех стран, всего мира страшно испугались и просто попрятались, и покончили самоубийством, узнав, что в Рязани губернатор будет теперь не избираться населением, а назначаться Путиным. Ну, в общем, это абсурдная история. Но, то есть, это абсолютно ответ из серии «В огороде Бузина в Киеве дядька». Но, тем не менее, это было сделано, это было все, ну,ра, так сказать, принято. То есть, любой теракт Путин оборачивает на пользу, так сказать, своему режиму. И здесь тоже мы видим, что происходит. Казалось бы, ну, как можно пришить, так сказать, значит, как здесь один публицист Астраумно выразился, как можно пришить шаровары к тюбетейке, как можно пришить, значит, каким-то образом присобачить Украину к этому теракту. Ну, тем не менее, это делается просто вот, ну, просто потому что сказал. Да, то есть, без всяких доказательств ничего там придумал, что там какую-то историческую версию придумал, что там было какое-то, в 20-х годах была какая-то молодежная структура украинских националистов. Ну, в общем, как всегда, чушь собачья. Значит, придумал какое-то окно, которое якобы готовили украинские власти на границе в Брянской области. Ну, так, любой нормальный человек, который понимает, что такое вообще граница с Брянской областью, или какое количество минных заграждений там находится с российской стороны, какое количество войск там сосредоточено, каким образом Украина могла со своей стороны очистить это окно, это, ну, это как бы вопрос такой не задается. Поэтому, в данном случае, тем не менее, Путин, безусловно, так сказать, усилил, что называется, ненависть к Украине, то есть, опять-таки, на какую-то часть своих сторонников это действует. Да, действительно, вот, поскольку весь телевизор, все абсолютно политики тут же подхватили эту мысль, и это стало мейнстримом, то есть, те люди, которые, в принципе, готовы воспринимать только официальную информацию, в это поверили, или сделали вид, что поверили. И поэтому дополнительные мотивации, все эти крики, что надо немедленно, так сказать, стереть с лица земли Киев, Харьков, Одессу и так далее, все это воспринимается как норма. Опять-таки, сделан еще один шаг к нормализации ненормального. Вот эти вот пытки, которые были в Прин, такого же не было никогда. В Сталинском, в условиях Сталинского большого террора пытали, но пытали в подвалах Лубянки, а здесь пытают открыто перед телекамерой. И это поощряется, та же самая Маргарита Симоньян поделилась своими тонкими чувствами о том, что она испытала чувство глубокого удовлетворения, глядя на то, как отрезают ухо, заставляют его съесть, выбивают глаз и пытают электричество. То есть, это нормализация ненормального. То есть, это на самом деле все то, что идет на пользу путинскому режиму. Путину нужна другая Россия. И Путин ее строит. Путин ее строит, это другая Россия, которая является намного более агрессивной, намного более вовлеченной в войну, чем та Россия, скажем, предыдущего срока. Путин шестого срока, это Путин, который хочет другую Россию, пытается ее строить. Ему не удастся ее построить до конца, потому что строительный материал не вполне годится, но, тем не менее, он очень старается. И этот теракт, безусловно, он, как всегда, становится бенефициаром любого теракта. И этот теракт работает на построение вот этой вот другой России, России шестого срока Путина, который является более агрессивной, более вовлеченной в войну, более криминальной и, в известной степени, более нечувствительной к любой боли, в том числе и своей. Тогда предлагаю развить тему позитивных последствий для российского режима вот этого события теракта. На этой неделе мы слышали высказывания разных лидеров Запада, европейских стран о том, что уровень террористической угрозы возрос и что очень важно мобилизоваться. И тут также слышал от некоторых экспертов еще одну параллель с терактом 11 сентября 2001 года в США, когда Россия заявила, что мы же как раз в Чечне и боремся с этими суитскими исламистами, теми, которые совершили теракт в США. И после этого получили в определенной степени карт-бланш на то, чтобы уничтожить Чеченскую республику во Второй Чеченской войне. Может ли вот сейчас Россия воспользоваться вот этим страхом Запада перед возрастающей террористической угрозой со стороны ИГИЛ и каким-то образом перезапустить отношения с Западом? Поехать, например, на Олимпиаду в Париж, помочь им там следить, выявлять террористов? Вы знаете, вот такого рода намерения, такого рода и с другой стороны, то, что с российской стороны такая попытка делается уже, это очевидно. Это очевидно, это входит в перечень тех бенефиций, которые Путин пытается получить от этого теракта. Бесспорно, здесь вы абсолютно правы. Но и какие-то даже некоторые проблески ответов подобного рода слышатся. То есть как-то вот удивительное дело Макрон, который в последнее время демонстрирует такую очень правильную риторику, но вдруг неожиданно сказал, что да, вот может быть нам надо посотрудничать с Путиным по поводу борьбы с терроризмом. Это вообще какая-то, ну просто какая-то ужасная вещь. Просто вот, знаете, как, говоря языком Швондера, это какой-то позор. Вот, просто что-то несусветное. Как это так? Главный террорист планеты, который на самом деле совершает теракты ежедневно, и вот с ним сотрудничать, ну это дикая совершенно вещь. Я надеюсь, что это он сгоряча. Очень надеюсь. Хотя, в общем, подозревать политика такого масштаба, как Макрон, что он там что-то делает сгоряча, это, конечно, не очень прилично с моей стороны, но я другого объяснения этому не вижу. Не может быть такой провал в сознании. Значит, что касается, и я думаю, что этого ничего не будет. Вот того, о чем вы говорите, того, на что надеется Путин, я думаю, что это не произойдет. Да, конечно, ситуация, при которой Путину кто-то там пишет телеграммы соболезнования, ну, не ему лично, а российскому народу, вот, что столько потерь, такой жестокий теракт, это все дежурные истории, понимаете. Это как, знаете, как широкая голливудская улыбка американцев, фирменная. Это совсем не значит, что они вас все очень любят. Вот. Наивность, конечно, можно так считать, но это недолго. Так вот, есть совершенно очевидный, все-таки очевидный настрой общий. Я не думаю, что Путину удастся пробить брешь вот в этом, в этом, так сказать, по крайней мере, в отношении Запада. В отношении других стран. Ну, так оно и есть, так оно и было. То есть, всегда понятно, что страны евроатлантической цивилизации, в общем-то, достаточно четко поняли, хуй из мистер Путин, и на этот вопрос закрыт. А что касается остальных, там, глобального юга, или так еще более широко скажем, глубинного человечества, имея в виду не только юг, но и восток, то здесь, в общем-то, все осталось как есть. То есть, с Путиным прекрасно и сотрудничали, и будут сотрудничать Китай, Индия, страны Африки, Латинской Америки, ну, по крайней мере, там, кроме, кроме, может быть, Аргентины и еще нескольких стран. То есть, на самом деле, мне представляется, что все осталось на том же уровне. То есть, Путин очень надеялся, что этот теракт, он позволит пробить брешь в изоляции, но не думаю, что это произошло. Тут вы вспомнили про Макрона. На этой неделе также вдруг высказался забытый нами бывший канцлер Германии Шрёдер. Ну, это безотносительно к теракту. А в целом, он, ну, если так скомпоновать его спич, можно сказать, что у меня же есть хорошие дружеские отношения с Путиным, и когда-то они помогали нам урегулировать какие-то конфликты. Почему бы вот сейчас опять нам не возродить эту практику? Примерно так. И интересно, что одновременно с этим, тоже параллельная история, чешская контрразведка заявила о том, что выявлена российская сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент. После этого и канцлер Бельгии говорил о том, что действительно были в Европарламенте депутаты, которые получали деньги от России за распространение Роспропаганды. Ну, вот интересно, что не называются имена таких выдающихся людей, как Шродер, возможно, французская оппозиционерка Мари Люпен, возможно, даже Меркель. А как вы думаете, будем ли мы когда-нибудь свидетелями того, что будут опубликованы данные со стороны официальных лиц государства, данные о их связи с Россией? Ну, не знаю. Это, что называется, это вопрос гадания. То есть вы мне предлагаете сказать, будет ли опубликовано. Это зависит от очень многих обстоятельств. Тут скорее я о трендах призываю вас поговорить. Расследование такого рода в отношении целого ряда политиков завданных, точечное расследование есть. Ну, в частности, вот член Европарламента Жданок, она уже является, это Латвия, она уже является объектом расследования. То есть там идет свое внутреннее расследование в Латвии, то есть идет расследование в Европарламенте, так что вот отдельные точечные вещи они будут. Это птицы не того полета. Ну, слушайте, это, знаете, это для вас не того полета. Она постоянно, я согласен с вами, но, понимаете, она постоянно участвует, она как? Она депутат Европарламента, она постоянно участвует в этом, в Соловьином помете, значит, в этих программах Владимира Соловьева. То есть она тут воспринимается в России, воспринимается как птица очень даже того полета. Ну да, я с вами согласен, в целом это милость. Если всерьез говорить о большом таком расследовании, ну, там, наподобие того, как, скажем, вскрывались архивы спецслужб, скажем, в Чехии, в Польше, когда большое количество, так сказать, вот агентуры, агентуры спецслужб выявлялось, и, в общем, людей увольняли, привлекали к суду и так далее. Это возможно, с моей точки зрения, только тогда, когда будут все-таки. Если, когда путинская Россия исчезнет как государство, как режим, будут вскрыты архивы, выявлены, так сказать, все вот эти вот скрытые, это очень большой вопрос. То есть, на самом деле, и здесь я не уверен на 100%, что вот такого широкого разоблачения, масштабного, захотят западные элиты. Вот я в этом не уверен. Потому что там может скрыться такое, что затронет, что приведет просто к тектоническим изменениям в западном сообществе, в западной политике. Там могут скрыться вещи, которые потрясут просто основы. И потому что, ну, слушайте, путинский режим принципиально отличается от всех предыдущих тоталитарных фашистских режимов тем, что он создал такую гигантскую коррупционную схему по всему миру. И, ну, вот вы упомянули Шрёдера. Это вот самая верхушка айсберга. Даже не верхушка, а просто какая-то точка на этом айсберге. Потому что особенность путинского режима, что он располагал абсолютно беспримерными, бесконтрольными суммами для подкупа политических элит, и не только политических, медийных элит, общественных деятелей по всему миру. И, несмотря на то, что, конечно, Россия намного меньше, обладает намного меньшими финансовыми ресурсами, но ни одна страна мира не обладает такими бесконтрольными. То есть, Путин практически является хозяином всех богатств, которые есть в России, и всего бюджета, и всех денег, и всех материальных богатств. И он может тратить на подкуп любые суммы. И эти суммы тратились. Поэтому, ну, вот есть просто... Ну, понимаете, что надо сделать было с шахматным миром, для того, чтобы ни один чемпион мира по шахматам не смог выиграть битву за президентство Всемирной шахматной ассоциации у Илюмжинова. Но вот где Илюмжинов, и где Каспаров? Илюмжинов выигрывает у Каспарова. Где Илюмжинов, и где Карпов? Чемпионы мира с огромным авторитетом в шахматном мире. Но, вот благодаря тому, что просто на корню скупили все шахматные федерации, просто ходили, так сказать, и как сеятель, разбрасывали деньги. И в результате шахматный мир проголосовал за Илюмжинова. Понимаете? Ну и все. И как? Это я привожу такой несов... А что произошло с Олимпийским комитетом? А что происходит с политиками африканских стран? Ну, там просто на корню скупаются люди, и все. А Европа? С Европой тоже происходят очень интересные вещи. А гигантская программа валдеизации экспертного сообщества. Создание огромного количества медийных ресурсов, которые полностью подконтрольны путинскому режиму. И если это все вывалить, вот всю эту сеть коррупции путинского подкупа мировой элиты, вывалить на стол, то никакой стол не выдержит. Поэтому у меня есть сомнения. То есть нужны две предпосылки. Первая предпосылка. Должно быть тотальное поражение путинского режима. И главное, чтобы они не успели все стереть. Это же тоже еще один вопрос. Это должно быть внезапное поражение. Такое, чтобы не успели стереть, не успели все уничтожить. И второе. Это политическая воля западной элиты. Не уверен ни в том, ни в другом. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе в комментариях. Поставьте нам, пожалуйста, лайк, если вы досмотрели до этого момента. Еще одно последствие теракта, о котором обязательно хотелось бы с вами поговорить, это растущая в России ксенофобия. И не только против граждан Таджикистана, а также и против других национальностей. Возможно, даже те, которые являются частью Российской Федерации. Может ли вот эта растущая ксенофобия, растущая ненависть, возможно, она будет накаляться, и, возможно, может появиться вспышка, которая это пламя усилит. И плюс на этом фоне у России нет каких-то серьезных стратегических успехов в войне против Украины. Может ли это раскачать изнутри Российскую империю? Движение в эту сторону есть. Но сказать, что одного этого фактора будет достаточно для того, чтобы раскачать империю, трудно сказать. Потому что, во-первых, это ксенофобия управляемая. И сейчас, да, действительно, она слепая, она касается... Вообще, такие нормальные русские нацисты, они не разбирают, это таджик или это, например, бурят. Лицо нерусской национальности, все, значит, получи фашист-гранату. И это как раз очень... Это вызывает... То есть они не разбирают... Значит, Россия для русских... Это лозунг, который касается не только таджиков, но и бурятов, и выходцев с Северного Кавказа и так далее. И вали к себе на историческую родину, может быть, адресовано и узбеку, и, так сказать, дагестанцу. И это делает вот таких вот русских нацистов, которые примерно вот до такого градуса свою ксенофобию разжигают, делают их нежелательными для путинского фашизма. Делают их оппонентами путинского фашизма. Поэтому не случайно, что целый ряд из этих такого рода нацистов оказывались в тюрьме. Ну, судьба Тесака всем хорошо известна. Значит, то есть сейчас их используют, сейчас их отправляют на фронт, и они там успешно утилизируются, лежат уже в украинском черноземе. Значит, ну, вот эта вот крайне неизбирательная, такая оголтелая ксенофобия, она, безусловно, тревожит путинский режим. И Путин сам тоже высказывался против этого, говоря о том, что если Россия для русских, то тогда куда девать те нерусские регионы, которые в составе России. То есть он прекрасно понимает, что вот этот лозунг вот такого вот русского нацизма, он, безусловно, скажем, не направленный. То есть Путину нужен направленный русский нацизм, чтобы он был направлен только против Украины, чтобы он был направлен только против Соединенных Штатов Америки и Запада. Ну, а, к сожалению, такая вот особенность любого нацизма, в том числе русского, что он, так сказать, ну, какой-то такой вот, если его не регулировать, то он, что называется, стреляет в разные стороны. Против вот такой позиции выступил уже Кадыров, который тоже прекрасно понимает, что если будут бить нерусских, то, в общем, чеченцам будет довольно сложно увернуться. Вот, поэтому и Кадыров выступил против этого, и, ну, в общем, короче, здесь все понятно. Поэтому я бы сказал так, все-таки, поскольку вот этот пожар ксенофобии, который не направленный к ксенофобии, он, в общем-то, представляет, как вы правильно совершенно сказали, угрозу империи, поэтому с ним борются. Его стараются ограничивать, и поэтому я думаю, что пока никакой угрозы нет. Но то, что все это подпитывает вот этот вот торфяной пожар, который тлеет под коркой российской такой вот стабильной империи, и который, я имею в виду, прежде всего, национально-освободительные движения, которые, да, сегодня они никак не проявляются. Или проявляются в очень редких каких-то выступлениях, как были волнения в Башкортостане, волнения в Якутии и так далее. Они имеют разные совершенно источники. Но в конечном итоге главной фундаментальной базой всех этих проявлений является национально-освободительное движение. Это все территории, которые захвачены Российской империей. Есть историческая память об этом захвате. Есть, в общем-то, вот это вот ощущение того, что это имперский гнет, который иногда даже не проявляется в каких-то открытых вербальных текстах, в заявлениях. Но оно есть. Оно зачастую носит характер ощущения экономической несправедливости, что вот федеральный центр, Москва все отбирает и так далее. Но в конечном итоге это все скрытые, спонтанные, латентные национально-освободительные движения. Они вскроются, все эти нарывы вскроются, когда любое ослабление путинского режима приведет к взрыву. Прежде всего, национально-освободительному, антиимперскому взрыву, который снесет и в третий раз окончательно снесет Российскую империю. Это будет третий окончательный этап распада Российской империи, который почти безальтернативно произойдет после тяжелого поражения путинского режима.